Инициативы оппозиционных партий часто так и остаются инициативами. Например, в марте в Госдуме отклоняли законопроект о том, чтобы упростить выдачу жилья детям-сиротам. А еще раньше не поддержали предложение справедливоросов передавать по наследству страховую часть пенсионных накоплений и о компенсациях матерям по уходу за ребенком до трех лет. И таких примеров немало отмечают участники круглого стола, независимо от политических убеждений. Причина в меньшинстве и разобщенности. Поэтому справедливоросы предложили оппозиционным партиям объединиться, чтобы вместе создать противовес в парламенте. Стратегические задачи для того, чтобы продвинуть законопроекты, с которыми идет справедливая Россия, на которые настаивают. В первую очередь это введение прогрессивной шкалы налогообложения. В вторую очередь это альтернативный пенсионный законопроект. И третье, на чем мы категорически настаиваем, это комплекс законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Подобные экспертные советы вслед за Госдумой в Москве сейчас проходят во всех регионах. В крае идеи уже поддержали руководитель регионального отделения партии «Родина» Сергей Убраев и руководитель фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Максим Талдыким. Евгения Даровская, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует...